Всем любителям WordPress! В этом видео я покажу, как поставить новенький WordPress на классный хостинг MacHost. Меня зовут Федор Васильев и подробнее в этом видео. Итак, в прошлом видео мы с вами на данный хостинг устанавливали Joomla. Если вы смотрели предыдущий урок и повторили все за мной, сейчас мы тестируем. Поэтому, если вы будете пробовать ставить WordPress, не забудьте почистить все файлы с сайта и удалить базу данных. Потому что мы будем ставить на данный тестер-домен движок WordPress. Итак, как обычно, WordPress можно установить из панели хостинга, но я рекомендую качать всегда с официальных сайтов все. Переходим на сайт ru.wordpress.org, официальный сайт WordPress и качаем последнюю версию WordPress. Кликаем вот здесь на синюю кнопку «Получить WordPress», «Скачать WordPress последней версии» и скачиваем на компьютер. Итак, я скачал. Переходим с вами в панель хостинга. Переходим с вами в файлы. Данный хостинг вы найдете в описании под этим видео. Если вы смотрите это видео впервые, дальше мы с вами нажимаем здесь «Закачать файлы», «Выбрать файл». Находим WordPress у себя на компьютере, куда вы скачали его. Выделяем, «Открыть». Нажимаем на кнопку «Закачать». Итак, WordPress закачан, мы его видим здесь, «Дистрибутив». Напротив нажимаем на иконку «Распаковать архив». Подтверждаем действие. Архив распакован. Итак, архив мы с вами удаляем, он нам больше не нужен. Кликаем на иконку «Кирпичико». Ну и если мы с вами кликнем по папке WordPress, то структура папок здесь находится внутри. Здесь немножко неправильно. Смотрите, нам нужно все файлы перенести в корневую папку. Выделяем все файлы. Внизу видим ссылку «Копировать». Нажимаем «Копировать». Вы действительно хотите скопировать выбранные файлы? Да. Переходим на шаг выше. То есть вот наша корневая папка. И здесь, видите, у нас стоит ссылка «Вставить». И 19 файлов. Нажимаем «Вставить». То есть вот сейчас мы с вами поместили все в корневую папку. Соответственно, папка WordPress, она также имеет копию всего движка. Сама папка WordPress здесь нам не нужна. Выделяем ее и нажимаем напротив «Кирпичик». Удалить. Все. Теперь у нас в корневой папке нашего домена лежат все папки движка. Дальше мы с вами обращаемся к нашему домену. Переходим в адресную строку браузера. Обновляем страницу. Видим приветственное письмо WordPress. То есть уже у нас мы на правильном пути. Нажимаем здесь «Вперед» на кнопку. И на этом шаге нам нужно заполнить поля базы данных. Соответственно, если вы смотрели предыдущий урок по регистрации хостинга, то все важные данные и также данные от базы данных вам должны были прийти на email, который у вас участвовал в регистрации хостинга machost. Я возвращаюсь в это письмо. Нахожу здесь раздел «База данных». Копирую. Хост. Адрес. Имя базы данных. Здесь это, видите, внизу сервер базы данных. Удаляем лобхост. Проставляем сервер. Возвращаемся в письмо. Копируем имя базы. Оно у нас является и имя пользователя. То есть имя базы данных. Удаляем все, что написано в поле. Проставляем наше имя. То есть сейчас нам мы подключаем движок к нашей базе данных. Имя пользователя у меня такое же. Возвращаемся в почту. И берем пароль базы данных. И проставляем пароль в соответствующем поле. Нажимаем «Отправить». Все в порядке. Нас система предупреждает. Вы успешно прошли эту часть установки WordPress. WordPress теперь может подключиться к вашей базе данных. Нажимаем «Запустить установку». И на этом шаге нам нужно заполнить важные поля. Название сайта. Так как у меня это пока тестовый сайт. Я пишу просто «Демо». Имя пользователя. Я не рекомендую ставить «Админ». Лучше сразу измените на какой-то другой. В качестве безопасности. Но так как тестовый сайт, я оставляю «Админ». Пароль здесь сразу вам предлагает система WordPress какой-то сложный. Так как сайт тестовый, мы можем поставить и легкие пароли. Выделяем и пишу. Легкий пароль. И, видите, появляется чекбокс. Разрешите использовать слабый пароль. Ставим галочку «Да», пускай будет слабый. «Email» проставляем. И можете при желании скрыть сайт от поисковых машин. Попросить поисковой системы не индексировать сайт. Ну, этот сайт у нас демо, поэтому я ставлю галочку «Пускай не индексирует». Нажимаем «Установить WordPress». И у нас система WordPress нас поздравляет. WordPress установлен. Желаем успешной работы. Нажимаем «Войти». Давайте проверим. Итак, имя пользователя у меня «Админ». Пароль есть. «Запомнить меня. Войти». Итак, WordPress у нас установлен. Можем перейти на сайт. Тестовый шаблон стоит. Я вас поздравляю. Мы с вами установили только что новенький чистенький WordPress на хостинг «Макхост». На этом данное видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующих видео.